Впечатляющим оказался турнир по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО, организованной компанией Fight Nights совместно с Федерацией Кикбоксинга России. Ульяновский ринг Волгоспортарена стал центром внимания для мирового сообщества. Трибуны гудели от возгласов фанатов кикбоксинга. Участников поединков поприветствовали губернатор Алексей Русских и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков. Я уверен, что ребятам, которые приехали, их многим-многим, более тысячи человек приняли участие в этих соревнованиях. Очень у нас понравилось. Они многому-много здесь почерпнули, набрались мастерства еще больше, получили массу удовольствия. Главному событию вечера поединку тяжеловесов предшествовали еще несколько боев. Открыл профтурнир невероятный бой с представителем Ульяновском. В ринге встретились 19-летний Ульяновец Булат Салихов и 35-летний Алексей Желтенко из Саратова. Они устроили настоящее шоу и очень мощно разменивались все три раунда. Но этого оказалось недостаточно. Судьи назначили экстра-раунд, где сильнейшим стал Желтенко. Это дебютная победа для Алексея, который всего полтора года назад пришел в кикбоксинг. Украшением вечера можно назвать яркий поединок девушек, в котором сошлись мастер спорта по рукопашному бою Роза Кныш и первый номер сборной России по фулл-контакту Дарья Кувакина. На протяжении всего боя чувствовалось, что Дарья Кувакина была точнее и острее. Согласно решению судей, Дарья стала победительницей. В еще одном ярком бою сошлись Ростислав Варнавский и дагестанский боец Ислам Кадиев. Бойцы показали красивый и близкий бой, где для определения победителя пришлось прибегнуть к экстра-раунду. В результате сильнейшим оказался спортсмен из Мутищ. В соглавном поединке фанаты кикбоксинга стали свидетелями встречи россиянина Сергея Пономарева из Соликамской представителя Казахстана Кайратбека Жарикеева. Поединок был жарким настолько, что Кайратбек забыл правила и несколько раз серьезно их нарушил. Реферий сделал замечание, а потом просто дисквалифицировал Жарикеева с боем. Этот технический нокаут был в пользу Пономарева. Я, конечно, берел свою победу и начал переламывать бой. Видимо, субботник это почувствовал и решил как-то вот так вот сделать, как он сделал. Восстановимся и вернемся сильнее. В главном бою болельщики увидели яркий поединок нашего земляка Владимира Минеева и супер-ветерана единоборств Константина Глохова. Размены, вертушки и быстрый для тяжеловесов поединок. Мастера показали всю красоту кикбоксинга. В результате волжанин, так называют Владимира Минеева, в мире кикбоксинга победил Константина Глохова единогласным решением судей. Минеев снова показал свой высочайший уровень кикбоксинга на ринге, подтвердив РНМ лучшего кикбоксера в нашей стране. Владимир Минеев ответил на предложение главы Калмыкии Бату Хасикова провести еще один бой в Ульяновске. Я планировал в этом году завершать свою бойцовскую карьеру, еще год не кончился. Конечно, дома боксировать приятно, но очень волнительно. Очень волнительно. Я не знаю, такие нужны мне переживания. Надо подумать, да? Владимир Минеев признался, что сбылась его мечта провести дома профессиональный бой и поблагодарил всех за поддержку. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.